Всем привет! Это видео о том, как открыть свой магазин на Etsy, сам процесс регистрации. Когда вы переходите по ссылке, которую я вам дала, то вы выходите вот на эту страницу. То есть, если вы открываете свой магазин по этой ссылке, то вы получаете первые 40 товаров бесплатно. Тем самым вы экономите около 8 долларов. Там немножко больше, в зависимости от налога. Вы нажимаете на кнопку «Открыть свой магазин на Etsy». Нажимаем «Регистрация». И здесь мы видим поле, которое мы заполняем. Здесь вы пишете свое имя, допустим, Мария. Здесь вы пишете свой email. Здесь вы придумываете свой пароль. И вы его подтверждаете. После того, как вы заполняете эту форму, мы нажимаем на кнопку «Регистрация». Дальше у нас появляется вот такая страница, где нам предлагают выбрать язык магазина. Здесь мы обязательно выбираем английский язык. Это очень важный момент. Иначе вам придется заполнять на двух языках – и на русском, и на английском. Здесь мы выбираем вашу страну. В данном случае у нас это Россия. И выбираем способ валюты. То есть здесь мы выбираем доллар США. Дальше идет влог, где вам нужно ответить, что для вас ваше хобби. Это ваша full-time, то есть полная занятость. Это частичная занятость. Но вы надеете, что оно перейдет в полную занятость. Либо вас устраивает, что это ваша частичная занятость. И, в принципе, вас это устраивает. Либо какую-то другую причину. В принципе, это просто, я так понимаю, эти для себя. Для какой-то своей личной статистики. Я выбираю «Selling in my full-time job». И нажимаю «Сохранить и продолжить». Дальше нам нужно ввести название вашего магазина. Если у вас уже есть название, то вы вводите название, которое, естественно, у вас уже есть. Если у вас нет, то я предлагаю вам подумать над названием вашего магазина. Желательно, чтобы название магазина отражало то, чем вы занимаетесь. Или суть вашего магазина. С пробелами название здесь нельзя писать. Если запрещает такой вариант. И нажимаете. «Сохранить и продолжить». Дальше нам предлагают добавить свой первый товар. Здесь нам пока что не нужно тратить на это много времени. То есть мы просто, а бы как, грубо говоря, заполним сейчас эту форму. Просто для того, чтобы мы могли дальше пройти регистрацию. Мы загружаем любую фотографию товара. Ждем, пока оно загрузится. Здесь мы пишем название. То есть сейчас вы можете написать, в принципе, любое название. Это сейчас ничего не важно. Мы этот момент опускаем. Я просто напишу «Botanic Art». Все остальное я вам буду объяснять уже по мере того, когда мы будем касаться именно заполнения листинга. А здесь нужно заполнить просто для того, чтобы нас «AIDS» дальше пропустил. Здесь мы выбираем какую-то категорию, пишите. То есть нам нужно заполнить все главы, где есть звездочки. Ставим сцену. И нажимаем «Сохранить и продолжить». То есть все, у нас один товар в магазине есть. Нажимаем снова «Сохранить и продолжить». И теперь нас спрашивают, как мы будем получать оплату. Здесь у нас стоит «AIDS Payments», но у нас в нашей стране его нет. И поэтому мы выбираем «PayPal». Здесь вы пишете «Email-аккаунт своего PayPal» дважды. И нажимаете «Сохранить». Теперь нам нужно заполнить данные своей карты, которая у нас привязана к нашему PayPal. И с которой мы, собственно, и производим оплату, либо получаем на нее деньги. Здесь все как стандартно. Мы выбираем, вводим номер карты, выбираем дату, год. Вводим три цифры, которые сзади карты. И вводим имя владельца. Дальше мы заполняем ваши данные, которые у вас точно так же написаны в PayPal при регистрации. То есть это ваш фактический адрес. Улица, дом, город, область и почтовый адрес. Ват-айди вам не нужно указывать. Это то, то есть если вы это не указываете, то Эти сам платит за вас налог. Вот. То есть это, если честно, лишняя заморочка. Даже не знаю, указывает ли кто-то в России свой личный там ИНН, чтобы самому платить налоги. Для проверки работы вашей карты у вас, с вас могут списать 20 центов и потом обратно вернут вам на карту. Вот. Но так как у вас, вы используете бесплатные листинги, то, возможно, у вас с их и не спишут. Нажимаем кнопку сохранить и продолжить. И все, наш магазин готов. Заполнение.